Вчера в музейно-выставочном комплексе Новый Иерусалим прошел медиаланч. За чашкой чая встретились руководители Истринского района Андрей Дунаев, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ирина Юлынцева, депутат Мособлдумы Галина Уткина, генеральный директор торгово-промышленной палаты Истринского района Ольга Попова, председатель общественной палаты района Сергей Борисов, а также блогеры, администраторы популярных районных групп в соцсетях и представители администраций и районных СМИ. Газеты и телевидение все активнее уходят в интернет, а точнее в соцсети. Туда же перетекает и общение власти с жителями. И как сделать эту площадку максимально объективной, обсуждалось на этой встрече. Хочу сказать, что любой из присутствующих, кто хочет вести блог, чем более стандартный будет блог, тем больше он будет содержать неправо-напсорбной информации, тем он интереснее, тем больше у вас читательнее. Чем больше у вас правдивой информации, взвешенной, аналитической, тем он менее интересен, у вас меньше подписчиков. Это тоже некий парадокс, но люди больше любят скандалы. Поэтому, когда мы действительно говорим об объективности, то, к сожалению, не всегда можно апеллировать к социальным сетям и блогосфере. В современном мире многие черпают информацию из соцсетей и полностью доверяют этому источнику. Поэтому возник вопрос, насколько эффективны блогеры и для чего они ведут свой блог. Такой вопрос задал блогерам Андрей Дунаев. Ведь прославиться, обвиняя власть, самый простой способ стать популярным. Небольшие проблемы со звуком не позволили нарушить дружелюбную обстановку первого медиа-ланча. И в дальнейшем планируется проводить подобные встречи в таком же формате. Возможно, в еще более неформальной обстановке. Стоит продолжать общение разных людей. В таких дискуссиях, как-то обмены мнениями, рождается, может быть, истина. И, в общем, польза от этого, я думаю, точно есть.